приветствую всех настоящих ценителей бокса 20 августа нас ждет бой александра усика против энтони джошуа и как известно команда энтони джошуа в нее теперь входит новый очень крутой американский тренер роберт гарсия многие возлагают на него большие надежды что он составит супер план на бой что он всему энтони научит ну и так далее и вот мы в этом видео проведем аналитику и попытаемся понять насколько роберт гарсия может помочь джошуа чем он может помочь а что он наоборот не может поменять на самом-то деле итак поехали кто такой роберт гарсия американский тренер мексиканского происхождения у него просто толпа учеников чемпионов тех с кем он работал мне сразу приходят на ум ну во первых его брат майки гарсия во вторых это боксер который у меня вот просто ушел с языка как издевательство но тот самый который два раза бился с майвезером и любит такие вот удары поверх убить в общем ученики вот этого роберта гарсии я неправильно говорю ученики это в нашей российской традиции у них там на западе другие отношения между тренером и боксером ну короче вот и вот с кем он сотрудничал боксер и они довольно как бы такие агрессивного стиля мексиканцы и поэтому соответственно джошуа его и позвал потому что в первом бою он попытался с усиком боксировать на дистанции устраивать такой джентльменский бокс и проиграл здесь правда тоже стоит сказать один важный момент о котором почему-то все молчат что александр в том бою он оказался вот таким вот живчиком а вообще-то до этого с часорой и с выздор спуном он таким живчиком не был уже супер тяжах и конечно это было неожиданностью для джошуа он пытается с ним боксировать его подбить это бы наверное получилось если бы усик был прежним ну как с часорой а усик когда живчик такой да он и проходил как дуралей с ним все раунды проиграл и вот они как бы сделали вывод что теперь нужно ну это мы предполагаем что они такое сделали силовой бокс идти в общем купить александра рубиться всеми правдами и неправдами они устраивают джентльменский дистанционный бокс соответственно можно было оставить старого тренера но можно позвать нового вспомните вот как раз и вспомнил маркес майдана зовут того мужика который два раза бился с майвезером и первый раз чуть не нападал майвезеру ну проиграл да ну там прям хорошо бился да и представьте если вот также огромный джошуа будет биться с усиком это же будет просто какой-то караул правильно то есть вроде как классно пригласили тренера но смотрите здесь есть какая проблема самая главная проблема это материал это представьте как вот архитектор есть и он строит там дворцы прекрасные из мрамора вы его приглашаете к себе даете ему говорить вот смотри здесь глина здесь вот там извиняюсь навоз а здесь вот сено все там короче смешивать строят дворец но он так как бы привык с мрамора ну или наоборот может быть привык там с того ему с сего не мексиканцы у них у всех железобетонная голова и получается они удары просто на завтрак едят они их вообще даже не замечают и как бы роберт гарсия с таким привык работать брат его майки гарсия технарь ну как он держит вообще он пропускает по сути ну даже с эрлом спенсом он все выдержал хотя он там был разбит просто тотально и вот сам как бы материал боксер как материал из чего лепит вот эту технику там да план какой-то на бой джошуа он так держит как мексиканцы нет он так не держит вообще теперь перед тем как обсудим чем реально поможет роберт гарсия план на бой очень важно мы это точно знать не можем но я уверен что так как энтони джошуа это денежная машина его поражение допустить просто не могут все вот эти вот корпорации телевизионщики менеджеры промоутеры то есть для них поражение джошуа это я не знаю но это просто как вот что-то ужасное повторное поражение поэтому надо как-то его тянуть и я думаю что такое считаете вот прогноз мой что джошуа скорее всего ему будет разрешено бить низковато он будет очень много бить по корпусу под локти низковато это не смысле что там ну по ударил по самому важному месту а просто вот под локти то есть ниже пояса по резинке трусов ты не можешь защитить локоть вниз туда как бы не можешь двинуть я думаю будет так такая штука и будет сильно бороться и как бы рефери в принципе скорее всего все это будет покрывать и вот чисто вот как бы план на бой я думаю будет какой-то такой то есть идти вперед не пытаться по очкам выигрывать именно пытаться разным ударом зацепить при любом удобном случае бить по корпусу под локти то есть в том числе и низковато возможно да и бороться как вот например делал кстати тайсон фьюри в бою с донте уайлдером вот такие вот дела теперь чем поможет роберт гарсия как мне кажется реально роберт гарсия на не он даже сам а вот просто факт что как бы его пригласили может помочь джошу психологически очень сильно потому что он проиграл и дальше ему на что опереться вот нам с вами со стороны смотреть легко ну там проиграл выиграл еще раз проиграет еще раз выиграет там это все забавно все это интересно он же это и есть как бы его жизнь и он что получает то какой он был то есть это он вот это это как вот он вот то какой он есть он проиграл не случайно как-то проиграл а полностью ну проиграл я имею ввиду стабильно как бы по очкам что называется да и а что делать то есть не как бы лучше как-то стать а как это это все легко сказать со стороны то есть это кажется легко со стороны но Но когда ты лично так подумаешь, да, как тяжело же вроде, непонятно как. И тут как бы то же самое, он уже раз проиграл, то есть все как бы он слабее. То есть ему делать что? И в том числе, кроме вот этих улучшений физических, надо психологически как-то самого себя убедить, что теперь все по-новому. И возможно это даже не так, но это может помочь психологически. То есть даже, допустим, если прошлый тренер ничем не виноват, возможно он вообще там гений. Но вот если себя убедить, например, что вот он там неправильно план на бой составил, это было не то. То как бы это чуть-чуть тебе помогает, а теперь это новый тренер. Ты же сам новой быть не можешь, правильно? То есть ты не можешь вот там Джошу, а теперь как бы ты-то прежний выходишь, правильно? Поэтому чем ты больше как бы поменяешь, тем чисто место тренировок, там другой зал, новый тренер, другие спарринг-партнеры, другие какие-то упражнения. Даже если это хуже возможно будет по факту, но как бы психологически это тебя освежает и легче поверить, отбросить все старое. Вот такие вот дела. Еще, так я увлекся, что забыл сказать, ну момент такой очевидный, ни один тренер, даже самый гениальный, он не исправит технику, сами движения за такой короткий срок. То есть он может научить бить по-новому, действовать по-новому, но в рамках тренировки, в рамках спарринга. Но для боя надо, чтобы прошло несколько лет, чтобы это закрепилось как бы намертво. То есть на это рассчитывать не стоит, на какие-то изменения. А именно вот план на боя какой-то составить. Я думаю, план у них будет простой, максимально грязнить. Вот я в этом уверен вообще. И психология. То есть все по-новому, теперь все по-новому. И все, теперь Джошуа другой, штаб другой, все другое как бы. И вот это психологически, я думаю, поможет. Вот такие вот мысли. Спасибо, что посмотрели данное видео. Всем добра. До новых встреч. Тушу камеру. До новых встреч. Пока. 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 Продолжение следует...